крутить. Мощность, конечно, растет, ну, 10 вольт уже. Здравствуйте, мои уважаемые подписчики, вы на канале Юрьевича, и мы опять, как бы, продолжаем фильм, вернее, я продолжаю фильм, который посвящен генерации энергии. Вот, недавно была тема поднята, генерации якобы светодиодами огромного количества энергии, просто это просто фиксы. При этом все это показано на фоне системы, которая действительно генерирует, то есть реальная солнечная батарея, которая имеет в 70 раз большую площадь и, соответственно, 70 раз больший ток, нормальные энергетические характеристики. Ну, ладно, это все, как бы, проехали, а сейчас я вам покажу реаметр, небольшое вот устройство, это шаговый двигатель, обычный, немощный, стандартный, значит, 17, по-моему, да, миллиметр, ну, короче, немощеннадцать, то есть двойной, 1,7 ампера, 1,8 ампера рабочая, 2 обмотки, и, по сути, он у нас является, если мы так перевернем, в сторону генерации, это двухфазный генератор, может быть, так что у него две обморки, независимые, ну, 33 фазные мы не обязательно, в принципе, для генерации, и мы сейчас посмотрим, насколько мощно он может генерировать, поскольку, чем хорош именно шаговый двигатель, что у него изначально высокий момент, а раз высокий момент, то есть тяжело он проворачивается, вот смотрите, даже так уже видно, да, что он мигает, то у него, соответственно, высокий ток отдаваемый, то есть при обратимости, то есть при работе в режиме генератора, он уже, даже при малом напряжении, будет генерировать значительный ток, а раз есть ток, есть напряжение, то, соответственно, у нас будет и мощность, и сейчас мы посмотрим, при скольких оборотах он выдаст нам, в качестве нагрузки использована светодиодная лента, током где-то 0,8 ампера, ну, стандартная отрезана, то где-то 0,7,8, 0,75 ампера, ну, короче, 0,8 считаем, на 12 вольт собран вот простейший выпрямитель из двух диодных мостиков, ну, то есть полностью, одна обмотка включена независимо в мост, и они объединены, ну, без нулевой точки, потому что таким образом мы большее напряжение получим, то есть более эффективно будем использовать, не экономим диоды, смысла экономить их как бы нет, и вот смотрим, что получится, в качестве приводного механизма мы используем обычную электродрель, для эксперимента, так, где-то на ключик, затягиваем, и даем обороты, вот, пожалуйста, как вы видите, обороты не сильно большие, но уже 9 вольт есть, сейчас поверну, вот, вольтмет, ага, вот так вот он, вот, пожалуйста, вольтмет 8 вольт, 9, ну, где-то тут он тормозит, ну, в районе, вот, дальше слабое, то есть оптимальное, где-то он выдает, порядка, вот, 9 вольт, дальше КПД генератора падает, то есть попытка его дальше раскрутить, мощность, конечно, растет, ну, 10 вольт уже, не особо, да, ну, зато привод, то есть что и требовалось, собственно, доказать, температура холодненький он, в общем-то, то есть нагрузочка вполне такая допустимая, что положительно даст, что обороты не сильно большие, то есть в принципе можно сделать какой-нибудь простейший витрят, там, для потока воды, то есть почему, потому что, ну, токовый движок выдает большой момент, то есть вот я кричу даже рукой, поэтому, хотите генерировать больше, можно взять движок другого стандарта, 23-й номер, который 57 мм, да, по диагонали, ну, то есть двойной, пожалуйста, и простейший генератор, то есть если на увеличу напряжение надо, можно поставить, здесь они у меня в параллель включены, обмотки, можно их поставить последовательно, то есть уменьшим мы ток, на увеличим выходное напряжение, можно, конечно, попробовать сейчас и последовательно поставить, как умножитель, ну, то есть в принципе, даже вариантов подключения несколько, да, существует, то есть вот, в простое, главное, что маленький, если его оснастить редуктором, то соответственно, можно уже более, большие обороты получать, при заданных маленьких, скоростях, ну, в общем, собственно, все видео, поэтому, думайте сами, нужно вам это, моя задача, вот просто показать, элементарную, так сказать, физику, продемонстрировать, сразу скажу, конденсатор, я ставил всего по 470 микрофарад, на 35 вольт, то есть, как бы, более чем достаточно, пульсации, ничего, показывать не буду, кому интересно, сами померите, посмотрите, до свидания, я все-таки не удержался, и включил обмотки, последовательно, видеть, чтобы поглядеть, то есть, в данном случае, вот он дает напряжение, но с током, что-то не густо, как видим, напряжение, 20 вольт, но вот только, что-то нет, может, что-то шло, о, вот, есть кто, отошел контакт, просто, ну, то есть, в принципе, и такой вариант, допустим, напоминаю, сейчас обмотки включены, последовательно, то есть, удворительное напряжение, получается, после, ну, думайте сами, какой вариант, вам больше нравится, я только продемонстрирую,